В поселке Ропша Гачинско-Лужской епархии состоялось освящение храма первоерховных апостолов Петра и Павла. Великий чин освящения совершил епископ Гачинский Лужский Митрофан. Поселок Ропша – богатая историей места в 45 километрах от центра Санкт-Петербурга. В древности это поселение называлось на славянский манер Храпша и славилось оно своей минеральной водой. Позже, начиная со времен Петра I, эти земли передавались в дар государственным деятелям и членам царского рода. Своё правление царица Елизавета Петровна выстроила здесь дворцовый ансамбль, а её любимый племянник царь Пётр III при невыясненных обстоятельствах закончил здесь свой недолгий земной путь. О тех временах напоминают сегодня руины Ропшинского дворца и церкви Глаговещения Пресвятой Богородицы. Однако духовная жизнь Ропша продолжается, и свидетельством там освящение нового просторного храма первоверховных апостолов Петра и Павла. По образу Святейшей Твоей Церкви, Сирич Самого Телеси Нашего, Ежиуба и храм Твой Всехвальным апостолом Павлом именовать исподобил Иси. Новая церковная жизнь началась в Ропше с началом 21 века. С 2002 года я в этом приходе. Храм ещё был совершенно таким, знаете, только что был вагончик, и были застланы полы только, и были царские врата, и всё. Ну а потом постепенно, постепенно стали его благоустраивать. Много здесь для этого храма уделил мой сын, отец Александр. У нас служил отец Павел, отец Сергий, отец Дмитрий служил, ещё отец Дмитрий. У нас было 14-15 священников. Мы даже в мороз служили, у нас отец Антоний служил. У нас 30 градусов тогда вагончик стоял, маленький, совершенно не оборудован. И он был полный, полный. Представляете, народу всегда было очень много. Положение дел существенно изменилось после передачи церкви-вагончика Гатчинско-Лужской епархии и назначения настоятелем протерея Аркадия Петровцева, много лет служившего до того на Брянщине. Батюшка Аркадий, близкий вообще по духу и близкий человек, так как он много лет провёл и служил в области Брянской, так удосужилась в жизни, что опивал мою мать, моего отца. И, наверное, с этого момента мы как-то близки. Часто встречаемся, приезжаем, помогаем храму, помогаем нашим землякам. Батюшка Аркадий также принимает активное участие, просто какая-то духовная опора. Я считаю это чудом, что за два с небольшим года получилось построить этот храм вашим благословением и молитвами. Я благодарю вас, дорогой владыка, сегодня на память о вашем приезде. Я хочу вам подарить портрет императора Петра Третьего. Спасибо, дорогой владыка. Спасибо. Мы сегодня, когда с вами освящали храм, мы молились за строителей, за участников в строительстве этого храма. Всех сердечно благодарю и пускай Божье благословение пребывает со всеми вами. А в сегодняшний праздничный день хотел бы от Гатчинской епархии отметить скромной наградой нашей протерея Аркадия Михайловича Петровцева, наградить медалью преподобного Серафима Вырецкого за жертвенные труды второй степени. Аксиос. Спасибо вам, дорогие, за строительство храма. Не только за строительство, но и за кормление православных бестерей. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Сердечно поздравляю. Мне так приятно здесь находиться. Освящение храма – радостное событие для нас. Мы очень благодарны отцу Аркадию за то, что он у нас появился. И желаем ему долгое-долгое лето. Спасибо. Аксиос. Продолжение следует...